Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. Об этом стало известно в Аккорде. В свою очередь президент Укаев призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан. Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования? Глава ведомства Карабай в Куларах Аккорде высказался по данному вопросу. Количество травмированных детей резко выросло с наступлением летнего сезона в Уральске. В результате одного из последних инцидентов подросток попал в реанимацию. Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. Об этом стало известно в Аккорде. В свою очередь президент Казахстана Тукаев в ходе переговоров с президентом Германии Штайнмайером призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан. Германия обладает огромным промышленным потенциалом. Немецкая продукция славится во всем мире. В то же время Казахстан располагает значительными сырьевыми ресурсами. Важными статьями экспорта Казахстана являются металл и уголь, продукция сельского хозяйства. В свою очередь Германия поставляет станки и оборудование, химическую и фармпродукцию, машины, транспортные средства. Немецкие технологии и техника играют важную роль в модернизации индустриального потенциала Казахстана. Не случайно около 90% германских инвестиций направляется в несырьевый сектор. Видимо поэтому Тукаев призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан. Ключевые сектора нашего сотрудничества это нефть, газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, энергия, сельское хозяйство. Столько сфер, столько секторов. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в зеленый рост, в инновации, в водород, производство зеленой энергетики в Казахстане. Казахстан для Федеративной Республики Германия является ключевым партнером в Центрально-Азиатском регионе в сфере политики, в сфере культуры и конечно же в сфере экономики. Мы едины в том, что хотим в ближайшие годы сделать наши отношения еще более тесными. И как признался глава Минэнергос от Калиев, Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. Это соглашение о транзите казахстанской нефти в Федеративную Республику Германия до 100 тысяч тонн для переработки на нефтеперерабатывающих заводов данной страны. Как вы только что слышали, мы покупаем у Германии технологии, а продаем сырую нефть. ФРГ – крупнейшая экономика Европы и одна из самых состоятельных и развитых экономиков в мире. Сравните, в ВВП маленькой страны без нефти Германии более 4 триллиона долларов, а в Казахстане всего лишь 200 миллиардов. В чем же секрет богатства Германии? У них свободное предпринимательство. У каждого человека должна быть возможность самостоятельно нести ответственность за свою судьбу. А государство должно выступать лишь ночным стражем, который оберегает предпринимателей от монополий, высоких налогов и внешней конкуренции. Все знают, насколько немцы пунктуальны и педантичны. Немецкому качеству доверяют благодаря брендам в разных сферах. Мерседес, Адидас, Цептер, Саламандра и многое другое. В Казахстане появится омбудсмен по защите прав потребителей. Меры по защите их прав обсудили на заседании правительства под председательством премьер-министра. Алихан Смаилов поручил принять все меры, чтобы соблюдались буквы закона касательно качества продуктов и услуг. О Минторговле привело цифры, которые заставили всех задуматься. Количество обращений о нарушениях прав потребителей растет ежегодно на 20%. И только в прошлом году Минторговля рассмотрела более 30 тысяч обращений. Преобладает в данном плане розничная торговля. Наибольший рост обращений произошел в сфере общественного питания на 188%. Услуг транспорта на 143%. Медуслуги на 113%. Госорганам говорят, в Минторговле необходимо провести анализ выявления корневых причин недовольства потребителей. Представленная динамика обращений потребителей показывает не только о росте нарушений прав потребителей, но и о повышении потребительской культуры, показывающей реальную картину потребительского настроения, в том числе о подлинной ситуации заполнения субъектами рынка некачественными товарами и услугами. Премьер на совещании тоже перечислил поводы для обращений граждан. Одними из основных поводов для обращения населения являются продаж некачественных товаров, отсутствие и корректность ценников на товарах, несвоевременный возврат денежных средств с интернет-магазинов. Ещё потребители жалуются на качество услуг в сферах здравоохранения, питания, ЖКХ и связи. При этом госорганы не всегда своевременно рассматривают сообщения. Зачастую сама причина проблемы не решается. В этой связи Межведомственному совету по защите прав потребителей надо активизировать свою работу. Кстати, чтобы привести всё в порядок, планируется ввести институт омбудсмена по защите прав потребителей, который должен стать главным координатором по урегулированию всех возникающих проблем и жалоб уверены чиновники. За несоблюдение прав потребителей планируют наложить штраф на бизнес. Это чтобы стимулировать предпринимателей добровольно решать споры с потребителями. И не только по завышенным ценам и просроченным товарам, но и касательно грубости и некомпетентности сотрудников. Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования? Глава ведомства Карабаев Кулуара Хакурды высказался о льготном автокредитовании в Казахстане и рассказал, куда могут пойти полученные средства. Карабаев отметил, что средства на продолжение программы льготного автокредитования уже собраны. Программа льготного автокредитования в Казахстане попеременно страдает от двух дефицитов. На первом этапе не хватало денег, теперь автомобили. Абсолютно всех приличала ставка 4%. Да, она весьма выгодна, но не стоит забывать и про банковские проценты. Машина, купленная по программе автокредитования, остается в залоге банка до тех пор, пока не будет выплачен весь долг. Как выяснилось, условия программы льготного автокредитования ужесточили. Это первоначальный взнос. Его никогда не было, но теперь он составляет 15% от суммы машины. И, как выяснилось, теперь льготных автокредитов больше не будет. Сейчас револьверные средства накоплены. Рассматривается возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного автотранспорта. В целом были в ряде регионов, в Талдыкургане, в Уральске, представители местных исполнительных органов поднимают именно износ автопарка. Если по Казахстану 10 525 автобусов, из них порядка 45% составляет изношенные автобусы. По словам министра, такое решение было принято после поездки по регионам. Теперь задача стоит, допустим, в Костанае 90% износ. В Талдыкургане, в Уральске 70% износ. Задача стоит максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства. Теперь в связи с этим рассматриваем возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного транспорта. В целом, хочу сказать, что общественным транспортом в день пользуются 9 миллионов 300 тысяч казахстанцев. Для нас приоритет – это удовлетворить потребности 9 миллионов 300 тысяч. В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд. В мае министр Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования. Механизм будет работать ежемесячно, обещал он. Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Но сейчас подать заявку нельзя, потому что программа работает по револьверному принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее. Почти 400 миллионов тенге задолжали уральские автолюбители по налогу на транспорт. В настоящее время специалисты Управления государственных доходов и Департамент полиции проводят активную работу по выявлению неплатильщиков. Злостных должников выявляют с помощью системы комплекса «Автоураган». В очередной рейд отправились и наши корреспонденты. Настоящую облаву устроили сотрудники Департамента госдоходов и полицейские на автовладельцев, которые не оплатили налог за своего железного коня. 307 миллионов тенге. Такую сумму задолжали уральские автолюбители за налог на транспорт. А вот самым злостным неплатильщиком является водитель, который должен государству аж 3 миллиона 800 тысяч тенге. Результатом рейдовых мероприятий были задержаны, установлены два автотранспортных средства на сумму задолженности более 600 тысяч тенге. Где одно автотранспортное средство до водворения на штрафстоянку был оплачен налоговая задолженность на 200 тысяч тенге. А второе автотранспортное средство Toyota Land Cruiser было доставлено на штрафстоянку и помещен. После должником была погашена сумма задолженности. Налоговый десант вместе с полицейскими держит город в плотном кольце. Стационарные посты не дают ни единого шанса должнику на колесах проскочить мимо них. В этом участникам рейда помогает система «Автоураган». Она автоматически определяет должников. После чего на планшет стражи порядка оперативно поступает информация о приближающемся автомобиле, чей хозяин не оплатил транспортный налог. Сами водители считают, что оплачивать налог необходимо вовремя. В противном случае могут наступить нежелательные последствия. Лучше сразу оплатить налог на транспорт, а не откладывать это дело. Неуплата долга чревата такими последствиями, как арест счетов и недвижимого имущества. Лично я сам всегда плачу налог и все платежи вовремя. Впрочем, налоговый кодекс предусматривает и послабление, правда, для некоторых категорий автомобилистов. Так, от уплаты транспортного налога освобождаются инвалиды всех групп, многодетные матери, обладающие орденами Алтналха и Комасалха, и ветераны Великой Отечественной войны. Как говорят специалисты, бывают случаи начисления налога на уже проданный транспорт. Это происходит в том случае, если за водителем автомобиль чистится и после продажи машины. Для уральских школ приобрели пять новых автобусов. Торжественное вручение ключей от нового транспорта состоялось на базе среднеобразовательной школы номер 50. Новые автобусы комфортабельны и отвечают всем параметрам безопасности. Во многих школах Уральска обучаются дети, проживающие в отдаленных районах города. Добираться на учебу самостоятельно из-за проблем с общественным транспортом и плохих дорог школьникам зачастую бывает непросто. Поэтому в таких школах необходимо организовывать подвоз. Транспорт, что в наличии, уже выходит из строя. На смену ему приходят новые комфортабельные автобусы. Здесь 38 сидящих мест. В транспорте все предусмотрено для безопасности детей. Установлены камеры видеонаблюдения. Каждое пассажирское место оснащено ремнем безопасности и полкой для багажа. Еще одной особенностью является то, что на транспорте установлен скоростной лимит. Водитель не сможет превысить скорость 60 км в час. Аким города Мержан Сатканов лично ознакомился с работой транспорта. Оценили новые автобусы и родители. Для нас это большая радость. Моя дочь учится в школе-лицее номер 38. В ней учатся свыше тысячи школьников. Эта школа расположена в Зачиганске. Живем мы в районе птицефабрики. Особенно неудобно добираться до школы в весеннее и зимнее время. Мы, родители, очень довольны, что нам выделили новые автобусы. Закуплены автобусы областным управлением образования. Новый транспорт отправится в 12-ю, 20-ю, 32-ю, 38-ю и Жилаевскую школы. Но чтобы обеспечить полную потребность среднеобразовательных учреждений в общественном транспорте, этого недостаточно, отмечают сами представители отдела образования. Желательно, конечно, во всех школах был бы один автобус такой. Потому что это вне класса мероприятия. У нас олимпиада, разные конкурсы проводятся. Тогда мы бы могли бы участвовать в этих конкурсах. Это мы каждый раз, директора школ, с родителями договариваются, они находят. Если бы хорошо было, если бы во всех школах было бы по одному таким автобусу. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. В Мангостаусской области вывели поддельные дипломы у восьми преподавателей. Пятеро из них использовали поддельные документы в колледжах города Актау, трое в Каракьянском районе. Один из преподавателей в течение двух лет, работавший в Каракьянском колледже, был обвинен в использовании заведомо подложного документа. Как результат, ему было назначено наказание в виде 30 часов общественных работ. Всех преподавателей с поддельными дипломами уволили. Начато досудебное расследование, материалы отправили в полицию. Ведомстве уточнили, что в 2022 году прокуратура Мангостаусской области зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении. На сегодняшний день в отношении трех лиц вынесены обвинительные приговоры судом. По факту изготовления дипломов по данному досудебному расследованию будет выделено отдельное досудебное производство. По результатам следствия будет дана соответствующая оценка. Сигареты на 90 миллионов тенге пытался реализовать житель города Сатпаев. Теперь он подозревается в незаконном предпринимательстве. Мужчина хранил и избывал в значительных размерах под акцизную табачную продукцию без средств идентификации. Данный факт выявлен департаментом агентства по финмониторингу по области Улытау при координации прокуратуры области. По результатам проведенных осмотров места происшествия, а также обысков, обнаружено и изъято из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тысяч пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 миллионов. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Мужчина ограбил женщину на первом свидании в Уральске. По данным полиции, мужчина 28 лет познакомился с женщиной на сайте знакомств. При встрече подозреваемый угрожал ей ножом и нанес телесные повреждения. Он связал руки, потерпевший скотчем забрал у нее 100 тысяч тенге и сотовый телефон, после чего скрылся. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Ведется досудебное расследование. За организацию разбойного нападения подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В течение суток подозреваемое лицо было установлено. В результате проведенного комплекса оперативно-развитых мероприятий в одном из съемных квартир города был задержан и во дворю МВС по статье 128 УПК Республики Казахстан. Похищенные вещи изъяты. Браконьера с двумя килограммами стерляди задержали в Западно-Казахстанской области. Как сообщили в Акжайской рыбной инспекции, задержание проведено в период акции Бекере. Материалы по данному факту находятся на рассмотрении в органах полиции. Также рассматривается еще одно уголовное дело по незаконному вылову 639 килограммов рыбочистяковых пород. Ущерб составил свыше 1 миллиона 300 тысяч тенге. Также в суд-то передано 6 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 262 тысячи тенге. В целом за период рыбоохраны акции Бекере с 1 апреля по 31 мая вскрыто 89 административных и 2 уголовных правонарушения. Задержаны с осетровыми породами рыб. Это 5 особей стерляди. Также материал сейчас рассматривается в средственных органах города Уральска. В Уральске 11-летний мальчик упал с дерева и попал в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. По словам специалистов, с начала летнего сезона число детей, поступающих в больницу с ушибами и травмами, резко возросло. В причинах разбирался наш корреспондент. Несчастный случай произошел 18 июня около 10 часов вечера. 11-летний мальчик полез на дерево за мечом и сорвался вниз с высоты 9 метров, что приравнивается высоте двухэтажного дома. Сотрудникам скорой помощи удалось оперативно госпитализировать пострадавшего в больницу, так как инцидент произошел возле городской многопрофильной больницы. Ребенка поместили в реанимацию. По состоянию подняли в реанимацию, сняли компьютерную томографию. По компьютерной томографии у него перелом в лоб на кости, переходим на обе глазные орбиты, контузионные очаги в головном мозге, то есть кровоизлияние произошло за счет травмы. В основном пострадал головной мозг у ребенка. Сейчас в реанимации стабилизация как состояние будет, то есть будем стабилизировать. Будет ближе к средней степени, сразу же переведем в отделение, чтобы рядом с мамой лежал ребенок. По словам врачей, число детей, поступающих в больницу с тяжелыми травмами, резко увеличивается летом. Только за выходные дни в больницу поступает около 300 детей с различными повреждениями. Сейчас в областной детской многопрофильной больнице находятся двое детей в тяжелом состоянии. Это вышеупомянутый мальчик, упавший с дерева, а также 13-летняя девочка, которая в результате ДТП получила тяжелые травмы и находится в реанимации в критическом состоянии. По поводу травматизма, да, дети частенько поступают. Травматизм по процентности в летнее время увеличивается в разы. Потому что есть моменты, когда мы открываем окна, устанавливают москитные сетки, через москитные сетки дети проваливаются, соответственно, на велосипедах катаются, ДТП увеличивается, дети уже катаются на роликах, на самокатах. Эти моменты все приводят к увеличению травматизма. Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий, спортом. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Для этого необходимо устранять травмоопасные ситуации, а также систематически обучать детей основам профилактики травматизма. Дана Керимбаева и Була ЖК пара, Александр Грабрев, телеканал ТДК-42. В Актау прошел форум одаренных учащихся региона с участием главы области Нурлана Нугаева. Всего во встрече приняли участие более 160 учащихся, учащихся, ставших призерами научно-творческих республиканских конкурсов и победителями республиканских президентских международных олимпиад. На мероприятии глава региона вручил победителям международных олимпиад памятные подарки, благодарственные письма и денежные сертификаты. Подробности в сюжете. Всего во встрече приняли участие более 160 учеников школ области. В этом году они завоевали более 80 медалей на международных республиканских олимпиадах и научных соревнованиях. Из них 35 медалей завоевованы на Республиканской предметной олимпиаде. В республиканском конкурсе команда Мангистауской области признана победителем в номинации «Лучшая олимпийская команда 2023». В регионе положительные результаты показывают работа по повышению интереса учащихся к знаниям, приобщению к науке, содействию становлению личности в обществе, рациональному использованию информационных и коммуникативных технологий, развитию их творчества. Образованные и талантливые ученики тому подтверждение. Цель форума – пропаганда достижений одаренных учащихся, создание условий для интеллектуального и творческого развития детей. Мероприятие прошло в формате TEDx. На собрании были затронуты глобальные темы – выбор профессий, увлечение наукой, экология края, становление человека как личности и робототехника. Ученики рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, а также поблагодарили за поддержку талантливой молодежи и возможность развиваться. После окончания школы хочу поступить в зарубежный вуз и стать профессиональным фармацевтом. Хочу разрабатывать и находить лекарства от неизлечимых болезней, тем самым помогая людям. Хочу внести свой вклад в развитие моей страны, Родины. Все дети от Акима области получили памятные подарки, благодарственные письма и денежные сертификаты в размере 50 тысяч тенге. Айдана Каримова, Мухалина Рдаулетов, Аслабек Абекенов, телеканал ДДК-42, Актау. Торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр» продолжает радовать своих посетителей щедрыми подарками. В рамках грандиозной акции «Оранжевое лето 2.0», которая организована на все лето, еженедельно проводятся розыгрыши денежных призов. С помощью лототрона каждую неделю определяются три победителя. При этом наблюдается активное участие горожан. Об условиях акции и кто может стать ее участником расскажет Айдана Каримова. Чтобы стать участником акции «Оранжевое лето 2.0», необходимо приобрести в магазинах-партнерах торгового-развлекательного комплекса «Сити-центр» покупку от 10 тысяч тенге, зарегистрировать чек и ждать розыгрыша, который проводится еженедельно по понедельникам в 19 часов. У участников есть возможность выиграть денежные сертификаты на 25, 50 и 100 тысяч тенге. Победители определяются из присутствующих на розыгрыше участников. На этот раз победителями второй недели стала Мира Давлет-Калиева, Руслан Рахметов и Кайрлы Кундудаева. «Нашли победителя, который забирает с собой 100 тысяч тенге. Поздравляем вас. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе». Стоит отметить, что желающих испытать удачу с каждой неделей становится все больше. Ведь розыгрыш проводится открыто и прозрачно с помощью лототрона. Условия для всех участников равны. Следующий розыгрыш состоится меньше, чем через неделю. Поэтому, если вы еще не участвуете в розыгрыше, поторопитесь принять участие в акции «Испытать удачу». Чем больше чеков, тем больше шансов на победу. Я впервые участвую в подобной акции. Купил рубашку в магазине «Боссон» и выиграл 50 тысяч тенге. Очень рад. На следующей неделе тоже попытаю удачу. Вдруг повезет. Я выиграю 100 тысяч тенге. По словам организаторов, общий призовой фонд акции «Оранжевое лето 2.0» составляет не менее 3 миллионов тенге. Розыгрыши продлятся до 4 сентября. Если ваш чек не сыграл сегодня, он переносится на следующую неделю. Все подробности акции вы сможете найти на странице Сити-центра в Инстаграм. Айтана Каримова, Олег Писаренко, Аймур Аджаги Паров, ТДК-42. Мебельный салон «Интермебель» представляет вашему вниманию широкий ассортимент эксклюзивной мебели со стильным дизайном производства Турции, Белоруссии и России. В нашем салоне вы найдете для себя мебель для любого интерьера и дизайна на любой вкус и цвет. Мы ждем вас по адресу город Уральск, улица Абулха-Ирхана, 8, дробь 1. Ежедневно, без перерыва и выходных. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон!